Карлос Гонн Я люблю Японию и люблю Ниссан. Никто не проводит 20 лет в стране и не руководит компанией, не имея чувства привязанности. Я приехал в Японию в 1999 году не по расчету, а потому что был очарован страной и вызовом возродить Ниссан. Японский производитель тогда был в упадке. Убытки достигали 20 миллиардов долларов, и альянс с французами буквально спас компанию. А свой ноябрьский арест Карлос Гонн объясняет просто. Это заговор. Это не про жадность и не про диктаторство. Это просто заговор, удар в спину. Почему? Потому что был страх. Следующий шаг альянса в смысле сближения и движения к слиянию угрожал определенным людям и автономии Ниссана. Карлос Гонн уверяет, что всегда был неистовым защитником Ниссана. Но эта автономия должна быть основана на эффективности. Никто не получает самостоятельность во имя самостоятельности. Люди самостоятельны, потому что так они работают эффективнее. И вот вам источник страха. Потому что эффективность Ниссана не очень хороша и сильно снизилась. Три предупреждения, несколько скандалов. Компания говорит, что проблемы решены. Но это не так. Карлос Гонн не называет фамилий, но говорит о нескольких топ-менеджерах, которые поставили свои интересы выше корпоративных и ведут грязную игру. Намек прозрачный. Это камень в огород нынешнего главы Ниссана Хирота Сайкавы, который на недавнем собрании акционеров отказался уходить в отставку.